В нашей республике много неравнодушных людей, готовых оказать помощь нуждающимся. Об этом свидетельствует недавно закрытый сбор для Магомеда Тюбеева. Но есть и те, которые не прочь воспользоваться этим. Вопрос сборов и работу благотворительных фондов обсудили в Общественной палате Карачаева-Черкесии. Руслан Джукаев подробнее. В Общественной палате республики состоялось заседание Ассоциации «Во благо», в которое входят некоммерческие организации, общественные благотворительные фонды Карачаева-Черкесии. На заседании обсудили несколько важных вопросов. В первую очередь, это улучшение работы организации, взаимодействие с НКО и информационное оповещение населения. Мы предварительно уже собирались. У нас было обсуждение по поводу создания ассоциации региональной, куда будут входить благотворительные фонды, некоммерческий сектор, который у нас работает в республике. Второй вопрос по поводу сборов, которые сейчас участились у нас в социальной сети. Мы видим вообще хаотичная информация разбросанная. Много, ну не много, есть сборы, которые мы находим, что они недействительны, что это мошенники, так скажем. В некоторых сборах наблюдаются корыстные цели людей. Известны случаи, когда физические лица делали сборы на лечение несуществующих болезней или же случаи, когда можно было решить проблему, лишь обратившись в соответствующие органы. Сборы часто необоснованы. Эти сборы часто бывают даже лживые. Поэтому необходима выработка информационного оповещения, обращение к блогерам и так далее, чтобы мы выработали единую позицию по освещению таких сборов, по проверке достоверности этих сборов, по отчету, по открытости и прозрачности этих сборов. Чужих детей не бывает, говорят в ассоциации. К примеру, сейчас идет подготовка к большому сбору для Адама Ногоева из Кабардино-Балкарии. Хотел бы обратиться к гражданам республики, которые столкнулись с тем, что подверглись каким-то испытаниям в жизни. Может у кого-то больной ребенок, это может случиться с каждым. Но для них в первую очередь важно, чтобы эти сборы проходили прозрачно, централизованно, с отчетами, с людьми, которые им помогут, с организациями. Для них это более эффективно. На сегодняшний день в республике сложилась когорта известных благотворительных фондов, которые ведут сборы. И перед тем, как пожертвовать свои деньги, стоит узнать, кто или какой фонд стоит за этой благотворительностью. Это поможет эффективно помочь нуждающимся и избежать печальных последствий. Руслан Жукаев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.